Слушаем! Герман Анатольевич Артамонов. Здравствуйте, Герман Анатольевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот насколько важна для любой страны, не только для России, такая вот единая историческая концепция, изложенная без всяких оценочных суждений, а просто путем подбора исключительно достоверных фактов и документов? Потому что результаты противоположного примера мы видим у соседей. Герман Анатольевич Артамонов. Исторического именно задачу, в первую очередь, воспитательную. И вторую важнейшую задачу они дают такие основные реперные точки истории, которые позволяют в дальнейшем выстраивать вот красной нитью основной такой событийный, содержательное наполнение истории. Когда в каждом, у каждого гражданина вот знаковые фигуры, знаковые имена, знаковые события в своей истории формируют такое цельное представление об историческом пути и целях таких глобальных развитий. О чем, кстати, президент вчера тоже говорил. История – это наука развития. Наука о настоящем и будущем – это очень правильно. Герман Анатольевич, ну вот есть совершенно четкая такая аксиома, да? Нельзя любить то, чего ты не знаешь. Вот любишь ты только то, что ты знаешь, то, что ты познал, то, что ты понимаешь. Вот если ты знаешь, понимаешь, ты любишь совершенно по-другому. И, наверное, это самое главное, чего стоит добиться, как вы считаете? Ну, конечно, нужно знать и понимать безусловно. И учебники истории вполне подчеркивают эту задачу, могут решать. Здесь, конечно, есть некие сложности, особенно для нашей с вами страны, поскольку... Я вам приведу такой пример. Вы знаете, меня вот поразило, когда отмечался 200-летний юбилей Французской революции, Великая Французская революция. А Великая Французская революция, она одна из самых кровавых, я бы сказал, самых жестоких в мировой истории. Гораздо более кровавая, чем, скажем, все три русских революции вместе взятых. Но меня поразило другое, что у них, когда это отмечалось, вот все лидеры, эти кровожадные лидеры этой революции, которые друг друга по очереди отправляли на эшафот, там Дантон, Робеспьер, Марат, да, и так далее, Ибер, они все вдруг были объединены на одном, вот как бы таком, даже был такой плакат, «Великие деятели Французской революции». И они все, вот все, как все великие. Ну вот и в чем-то был Ледовико XVI, смотри, Антуан, это для полного, так сказать, вот абсурда, казалось бы. Ну а Франция это прошло, можно себе представить, чтобы у нас, скажем, вот мы не так давно отмечали юбилей революции 17-го года. Вот можно себе представить, чтобы у нас вышел буклет, где бы «Великие герои русской революции» и в одном ряду, скажем, «Колчак» и там «Фрунзе», там «Троцкий» и, допустим, «Деникин» и так далее, да? Это невозможно. Почему? Вы знаете, здесь есть сложность в том, что дело в том, что вот в этих странах, там достигнут общегражданский консенсус по поводу главного выбора цивилизационного. Там нет, они, то есть что такое «Великая Французская революция»? Она, по сути дела, открыла дорогу либеральному пути развития. И вся нация с этим согласна. И в этом смысле выстроить единый учебник истории, который как бы вот дает эту картину, этого движения вот к этому цивилизационному выбору, ну, это вопрос уже технический. У нас проблема еще не решена, потому что это сложно. Внутри самого общества согласие по поводу вот этого главного цивилизационного выбора пока еще не достигнуто. Герман Анатольевич, ну вот вы знаете, есть же все-таки прецеденты исторические, потому что меня в этом плане потрясла в свое время Камбоджа. Там резня была такая, которая, ну, наверное, в процентном соотношении была похлеще, чем во Франции, да? Да, 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 конечно. Но, тем не менее, нация примирилась. У них нельзя вспоминать, красный ты был хомер или не красный. Все. Те, кто у полпота служил, они до сих пор... Ну, кстати, премьер-министр Хуссен тоже, да? У них просто мы не вспоми... Да, мы сошли с ума в то время, мы были безумны, мы проехали. Не принято это вспоминать. А почему у нас до сих пор идет война красных с белыми и зеленые там сбоку? Понимаете, вот я уже пытался бы на этот вопрос ответить, согласие не достигнуто внутри общества. Вот это сложный вопрос. Почему? Потому что, в том числе, кстати, на него историки еще пока не могут, фундаментальная наука в целом, ответить. Это вопрос, по большому счету, есть ли специфика у российской цивилизации или ее нет? Понятно. Или мы должны... Понимаете, вот здесь еще есть какое проблемное поле, но в любом случае, когда мы говорим об учебниках истории, мы должны понимать, что пока вот есть национальное государство, значит, есть и объективный национальный государственный интерес. И национальный государственный интерес, вот применительно к той теме, которую мы обсуждаем, состоит в том, что мы должны готовить патриотов своей страны. Конечно. Граждан своей страны. И очевидно, что нельзя воспитать граждан своей страны с положительной такой коннотацией на отрицательном выводе собственной истории. Вот в 90-е годы ошибка была в том, что мы слишком увлеклись самобичеванием и поливанием собственной истории. То есть вот у нас был такой контекст. Вот хорошая история, правильно, это вот на Западе. А история России, это о том, как не надо. Герман Анатольевич, это раньше началось. Огонек Коротича и так далее, и так далее. Ну да, да, Огонек Коротича, конечно, раньше, конечно, тогда. Я считаю, что Огонек Коротича сыграл и в сельский час Черниченко гораздо большую роль в подготовке вот этих вот событий, чем, собственно говоря, политики. Герман Анатольевич, еще такой вопрос. Один должен быть единый учебник, да? Безусловно. Безусловно, один учебник должен быть один. И так и есть во всем мире. Вот вы остановите любого американца на улице, любого европейца и задайте ему вопрос простой. Кто внес решающий вклад в разгром нацистской Германии? И он вам не задумывается. В Америке скажут, что Америка, а в Европе он скажет, что союзники. А я вам больше скажу. Преливали мы 30 миллионов, а выиграли они. А я вам больше скажу. Герман Анатольевич, в Румынии мне объясняли так, что решающий поворот во Второй мировой войне был, когда Румыния повернула свои штыки против немцев в своих недавних союзниках. Да, да, да. Они так учат в школе. Конечно, конечно. Да, безусловно. Хорошо. Но опять же, вот смотрите, может быть, что-то уже можно взять за основу для того, чтобы уже потом как-то редактировать. Ну, у Спицына есть 4 тома, прекрасный учебник, да? У Спицына хороший учебник, но он чем нравится? Тем, что он дает вам возможность представить разные точки зрения. Он дает историографию, он показывает, в чем проблема. Но этот учебник, скорее, я бы сказал, он позиционировал его для учителей. Для учителей, да. Я бы вам сказал больше, что вот если бы этот учебник Спицына был, когда мы сдавали кандидатский минимум, вот это было бы просто в бессиллер. Но для школьников, конечно, должен быть и другой учебник, подчеркиваю. Он должен давать нам основные события нашей истории. И вот и что важно. У нас были и трагические траницы. Конечно. И позорные. И сложные фигуры очень. Конечно. Учебник истории должен, понимаете, в чем дело, он не должен глумиться над историей. Можно давать и черные краски, но с бурью и, как бы, сказать, но с переживанием за страну. Ну да, конечно. Без глумления. К сожалению, у нас были учебники, которые, ну, просто, как бы, настолько тенденциозные и... Это... Скорее, публицистические памфлеты, чем учебники. Будем надеяться, что мы уже прошли эту эпоху, потому что старый мир, как ни крути, не вернется. Спасибо вам большое. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России, Института истории и политики МПГУ, выходил с нами на прямую телефонную связь. Ну, я думаю, что даже не надо всенародный референдум по этому поводу проводить, потому что единый учебник истории должен быть, и он есть практически в любой уважающей себя стране. Ну, на этом мы сегодня закончим. Я, Александр Хабругаев, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели. Субтитры сделал DimaTorzok